Всем привет! Сегодня предлагаем вспомнить детей актеров из культовых советских фильмов, в образе своих незабвенных героев и в своем нынешнем обличии. Как изменились дети-актеры советских фильмов? У актрисы Натальи Седых отношения с кино всегда были сложные. После роли скромной Настеньки она сделала 30-летний перерыв в своей кинокарьере, став на долгий период ведущей солисткой Большого театра. Однако ностальгия взяла верх, и начиная с 90-х актрису можно снова увидеть на большом экране. Братья Юрий и Владимир Тарцуевы в 80-е развозили булочки по магазинам, затем занялись бизнесом и даже открывали собственный ночной клуб. И все же, занимаясь столь отдаленной от искусства деятельностью, братья до сих пор мечтают сниматься в кино. Потомственный одессит, актер Василий Скромный, блистательно исполнивший хулигана Гусева, кино никогда не болел. После окончания школы он поступил в мореходное училище, а позже стал боцманом дальнего плавания. В настоящее время работает спасателем. Актер Дмитрий Барков в свое детство и юность полностью посвятил кино. Однако в 90-е, окончив экономический факультет, ушел в бизнес и долгое время работал финансовым консультантом биржи. Тем не менее, актер не завязал окончательно с кино. Дмитрия можно лицезреть в эпизодических ролях в многочисленных российских сериалах. Блистательный хореограф-постановщик, неизменный ведущий шоу «Танцы на ТНТ» Егор Дружинин и неугомонный авантюрист Петя Васечкин – это один и тот же человек. Думаем, что вы об этом уже, конечно, знаете. Красавица Инга Ильм одно время даже училась в актерской студии в Нью-Йорке. Но с актерской карьерой у Инги не сложилось. Сейчас она руководит издательским домом и пишет историческую прозу. Первая любовь миллионов советских мальчишек – загадочная Алиса, которую сыграла Наталья Мурашкевич, работает биохимиком и по совместительству начальником производства иммунно-биологических препаратов. Марьяна Иана Санян после участия в знаменитой кинокартине больше никогда не снималась. Девушка окончила философский факультет МГУ. Одно время даже участвовала в телепередаче «Что, где, когда» в юношеской команде знатоков. Сейчас Марьяна занимается бизнес-консалтингом в США. Яна Поплавская за свою легендарную роль была удостоена даже государственной премии СССР. За свою жизнь актриса сыграла еще немало ролей в кино и театре. Сейчас Яна работает теле- и радиоведущей. Лучезарной Тани Проценко пророчили великую актерскую карьеру, но девушка предпочла скромную роль домохозяйки. В свободное время Татьяна любит писать стихи. Роль Буратино прославила Диму Иосифова на весь союз. После фильма предложения сниматься приходили к нему каждый день, но все-таки Дима предпочел режиссуру. На данный момент любимец всех советских детей снимает клипы, рекламные ролики и реалити-шоу. Василий Васильев никогда не мечтал стать актером. Его больше интересовали тракторы, поэтому он и поступил в сельскохозяйственный техникум. Но судьба распорядилась иначе, и среди 8 тысяч претендентов именно его выбрали на роль Яшки Цыгана. Впрочем, тут есть и обратная сторона медали. После выхода культового фильма он напрочь отказывался от всех предложенных ролей, считая их тусклыми и невыразительными. Если помнишь эти фильмы, голосуй в нашей группе ВКонтакте за любимого героя, ссылка в описании. Ставь лайк, подписывайся на канал. Удачи!